Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что люди живут в разном достатке. Кто более состоятелен, кто менее. А есть и такие, что нуждаются даже в самом необходимом. И хорошо, если рядом окажется добрый человек, который может чем-то помочь, когда его попросят. А если не попросят? Вот тут стоит подумать. Ведь и милосердие нужно проявлять с разумением, чтобы ненароком не обидеть, не ранить того, кто попал в затруднительное положение. Давайте заглянем в нашу замечательную книгу «Пролог». Здесь можно найти ответы на самые сложные вопросы. История, которую я хочу рассказать вам сегодня, произошла в VI веке в Египте. Жил в Александрии один юноша, сын очень знатных и богатых родителей. После смерти родителей он получил большое наследство – много золота и кораблей. Но так случилось, что в одночасье все потерял. Его корабли затонули во время бури, и юноша впал в крайнюю бедность. Как печальная тень, бродил он по городу в грязной одежде, голодный и потерянный. Никак он не мог смириться с тем, что совсем недавно сам мог давать щедрую милостыню бедным. А теперь вдруг сделался нищим, и теперь ему протягивают мелкую монету, чтобы он не умер с голоду. От милостыни юноша всегда отказывался и буквально таял на глазах. Узнал о беде несчастного юноши Александрийский епископ Аполлинарий и захотел помочь. Но только как бы это все устроить, думал он, чтобы не обидеть молодого человека. Призвал к себе церковного казначея и спросил. «Можешь ли ты сохранить одну мою тайну? Если повелишь, никто не узнает того, что ты доверишь твоему рабу», – отвечал казначей. «Тогда ступай и напиши заемное письмо на 50 фунтов золота, как бы от лица святой церкви на имя Макария, отца юноши», – приказал Авва Аполлинарий. «Казначей написал нужную бумагу и принес ее владыке. Спрячь-ка это письмо в пшеницу или овес, а через несколько дней снова принесешь его ко мне», – распорядился епископ. «Со смерти Макария прошло уже 10 лет, а заемное письмо имеет совсем свежий вид. Нужно, чтобы оно выглядело старым». Казначей выполнил и это поручение. «А теперь иди к молодому человеку и спроси его, сколько ты мне заплатишь, если я отдам тебе один документ, который принесет тебе немалую пользу», – сказал Авва Аполлинарий. «Только смотри, не бери с этого юноша больше трех монет». «Владыка, да я вовсе ничего не возьму с него, если ты повелишь», – удивился Казначей. «Нет, бесплатно письмо не отдавай, иначе он может что-то заподозрить». Казначей отправился со своим поручением к юноше, взял с него ровно три монеты и вручил потрепанную грамоту с такими словами. «Несколько дней назад, перебирая бумаги, я обнаружил это заемное письмо Макария, твоего отца. По нему ты без всяких затруднений сможешь получить у нашего епископа 50 фунтов золота, который твой отец когда-то давал нам в долг». Юноша поспешил с векселем к авиаполинарию. «Где же ты был до сих пор?» – стал расспрашивать епископ молодого человека, как бы недоверчиво разглядывая письмо. «Твой отец умер больше десяти лет назад. Почему же ты только теперь вспомнил о давнем долге?» «Поверь мне, владыко, у меня прежде не было этого письма», – сказал юноша. «Все эти годы вексель хранился у твоего казначея, и я о нем ничего не знал. Дай Бог здоровья этому человеку. Он только сегодня отдал мне письмо со словами «Перебирая бумаги, я нашел его». «Я должен какое-то время подумать», – сказал Авва Аполинарий, делая вид, будто не слишком расположен расставаться с деньгами. Через неделю юноша снова явился к епископу. «Так и быть, я заплачу тебе долг полностью», – сказал Авва. «Только прошу тебя, брат, ты уж не требуя от Святой Церкви хотя бы процентов за все эти годы». «Все, что ты повелишь, владыко мой, я все исполню», – радостно воскликнул молодой человек. «Если пожелаешь убавить сумму, то можешь убавить на свое усмотрение». «Этого я делать не буду», – ответил Авва. «С меня довольны и того, что ты уступаешь нам проценты». «Спасибо тебе, брат, и дай Бог, чтобы эти деньги послужили тебе во благо». С этими словами Авва Аполинарий вручил молодому человеку 50 фунтов золота, и тот ушел от него совершенно счастливый и довольный. Эти деньги не только позволили юноше вернуть прежнее состояние, но и превзойти богатством своих родителей. Сделавшись состоятельным александрийским купцом, этот человек потом много жертвовал на святую церковь, что принесло ему великую духовную пользу. Но откуда в Александрии стал известен тайный поступок епископа, который красноречивее всяких слов говорил о его доброй, сострадательной душе? «Должно быть, все-таки казначей проговорился». Но, думаю, мудрый епископ его бы простил. Ведь, узнав о мнимом заемном письме, многие люди поняли, что же такое истинное милосердие, и как важно проявить душевную чуткость по отношению к тем, кому мы хотим помочь. До свидания. Храни вас Господь.